При упоминании его имени, ставшего общемировым брендом, у нас автоматически возникают образы его героев, самим мультфильмы и даже художественные ленты. До того, как стать главной медиакорпорацией, готовой скупить почти весь Голливуд, студия Уолта Диснея начиналась с небольшой студии в гараже, пережив в два раза банкротство и повторные открытия. И сама его личность неоднозначная. Споры о нём, думаю, не утихнут и через 20 лет, а то и больше. Ну и я был просто обязан создать этот ролик, раз совсем недавно студия отметила сотую годовщину. В этом пробном видео потенциального мини-цикла мы затронем само становление компании, нововведения для производства и кратко пробежимся по первым мультипликатам студии Уолта Диснея. А с вами вновь ваша вредная морда, камрад Эль Вавуччо, и мы начинаем. На начало 20-х годов ещё молодой парнишка из Чикаго Уолтер Элайес Дисней уже успел побывать на фронте водителем санитарной машины, разносчиком газет и художником. В Канзас-Сити он знакомится с Абом Айверксом, художником рекламы местной компании. И вместе для фирмы Канзас-Сити Финнмед Компани в гараже Диснея начинает работать студия Смехограмма, или Лехограмм, выпускавшая рекламные ролики и анимации, где совмещалась живая съёмка, ну и сам мультипликат. Через некоторое время в команду войдут Кармен Максвелл и тандем Хью Хармона и Рудольфа Айзенга, будущих первых отцов создателей Луни Тюнс. Первые пробы Диснея и компании представляли себе рекламу и пародии разных сказок, будь то Кот в сапогах или Золушка. После банкротства студии и открытия в Лос-Анджелесе Disney Cartoon Studio начинается история формирования будущих диснеевских анимаций, пока ещё в формате короткого метра. В 1924 году появился успешный цикл про комедии Алисы с той же комбинированной съёмкой. Стиль передавал привет циклам из Чернильницы Макса Флейшера и басням Изопа Пола Терри. В то же время Уолт уже отходит от создания мультипликации, отдавая эту работёнку аниматорам и переключается уже на режиссуру и продюсирование лент. Были и свои небольшие конфликты и разбирательства. Ещё в ролике про Уолтера Ланса я упомянул, что придуманный Диснеем «Счастливый кролик Освальд», чей пик популярности пришёлся на 1927 год, после правовых разбирательств был отозван студией Universal и впоследствии с Абом Айверксом был создан легендарный Микки Маус. Через год Мышонок дебютировал в «Безумном самолёте», но особая популярность пришла с пароходиком Вилли. Именно он стал первым анимационным коротким метром со звуковым сопровождением. Наконец, в 20-х годах, после успешного преодоления 70 выпусков цикла «Глупые симфонии», среди которых были и свои знаменитые образчики, Диснею захотелось уже чего-то большего. И это нечто большее переросло в полный метр. В 30-е годы имя Уолта Диснея, как и его продукция, получило широкую известность в родных штатах и за его пределами. Даже к нам некоторые ленты попали. Уолту возникла мысль о переходе на производство полнометражных лент. Именно они и могли принести большую прибыль своей студии. Создание фильмов с Микки Маусом, Дональдом Дагом, Гуфи и Плута не позволяли по полной программе раскрыть авторские возможности. А первые попытки сделать полнометражки пробовали еще в 33-м году с Алисой и ее похождениями в Стране Чудес. Но в это время студия Paramount выпускает свою версию картины, и в итоге через год Дисней переключается на работу «Братьев Гримм». Три года ушло на полировку сценария, переработку концепта, визуал и подбор актеров, что для озвучивания героев, что для съемок на ротоскоп. На кону была поставлена судьба студии и ее будущих проектов, а также дом самого Уолта, заложенный ради финансирования производства ленты «Белоснежка» и «Семь гномов». И вышедшая в декабре 1937 года полнометражка произвела настоящий фурор в кинотеатрах. Влияние немецкого экспрессионизма в кинематографе, музыка, съемка с ротоскопом и использование техник Color, перекочевавшей из короткого метра, дала свои плоды в виде финансового успеха при полуторамиллионном бюджете и семь статуэток Оскара. Ныне эта картина по праву и является классикой Диснея, запустившая следующие картины и породившую определением «Золотой век Диснея». Почти ни одна из последующих полнометражек не повторит такой успех, но будут иметь такие же масштабные задумки с реализацией. Кстати, об этом. Отдельного внимания стоит и помпезный музыкальный проект «Фантазия» 1940 года, чьи корни родословные отдают родными глупыми симфониями. Название обязано дирижёру Леопольду Стаковскому, которого Дисней пригласил в начале 30-х ещё при производстве Пиноккио. Уолт также горел идеей во включении в фильм ученика-чародея Пола Дюка с Микки Маусом в главной роли. Стаковский был только за. Список музыкальных композиций, от танцев часов до щелкунчика, должны были текодеть к адаптации в ленте и также создавать требуемый тон и настроение своим фирменным стилем. В ней же впервые применили «Фантасаунд» — многоканальный звук, когда играл тот или иной музыкальный номер. К большому сожалению, эта экспериментальная картина в 40-е годы не произвела должного успеха у зрителя, но по достоинству её оценили только через пару десятилетий спустя, при повторных показах, попутно вырезав пару сцен, демонстрирующие расовые стереотипы. Пожалуй, основополагающим нововведением студии стало создание анимационного конвейера. Его суть заключалась в разделении труда внутри коллектива, по такому же принципу, что использовал Генри Форд. Каждый из его художников рисовал какую-то одну деталь, одно движение, будь то тысячи изображений, расплывающихся в широкой улыбке рта или поднимающиеся руки. Работа была тяжёлой и монотонной, платил за неё Дисней немного. Он был свято убеждён, что творческий труд должен приносить радость, а деньги — это дело десятое. Тем более его деньги. Но самому Дисней это потом аукнулось за постовкой аниматоров и судебным делом. Разработанные 12 принципов анимации стали основными столпами в кинопроизводстве. От сжатия и растяжения до тайминга и привлекательности. Согласитесь, внешний вид всё решает. Привлекательность в анимации является заменой харизмы героя в обычном кино. Описанные выше принципы, заложенные ещё в тридцатых, используются и поныне. Но в 21 веке они были дополнены новыми. Их придумал супервайзер Джереби Кантер из Sony Animation. Вы замечали, что самые первые его работы, ещё до появления Микки Мауса, были игровыми фильмами? Это было возможно благодаря ротоскопу Макса Флейшера, про которого я рассказывал в одном из летних видео. Судья в своих полных метрах и дальше будет применять Эклер, но ближе к 60-м ради экономии бюджетов перейдёт на Ксеркс, а потом и вовсе будет экспериментировать с техниками дальше. Отдельного внимания заслуживает и многоплановая камера. Это большая установка для передачи глубины изображения. Первое похожее устройство сей установки использовали и Флейшеры, и Ап Айверкс. Но более удобную и изощрённую в использовании создали призву к инженере студии Уильяме Гаррити. И она была построена для съёмок Белоснежки. Однако испытали камеру в короткометражке «Старая мельница», из-за которой она и получила за техническое исполнение свою статуэтку «Оскар». До появления многоплановой камеры, аниматорам было трудно создать убедительный кадр слежения, сохраняющий перспективу, используя традиционные методы анимации. Кроме того, процесс анимации движений вперёд становился всё более дорогостоящим и отнимал много времени. А многоплановая камера решила эту проблему, создав реалистичное ощущение трёхмерной глубины в обстановке мультфильма. Многоплановая камера также сделала возможными новые и универсальные типы встроенных спецэффектов для анимационных фильмов. Используя, например, практические 3D-элементы и макеты на переднем плане, фильтры, плоское освещение, дистерсионное стекло и отражение для достижения натуралистичного движения воды, мерцающего света и других тонких эффектов. Вот так и начинала студия Уолта Диснея. Экспериментировала и пробовала с форматами техник в лентах. И достигала своих успехов, внедряя звук, цвет и удлиняя хронометраж. На какое-то время он уже был монополистом в плане выпуска цветных картин. Но цвета в скором времени появились у работ студии флейшеров Уолтера Ланса, Леона Шлезингера и на других студиях, организовавших производство короткой анимации. Единственное, чего не смогли сделать в тот момент конкуренты, ну почти, полные метры. В следующие года студия Уолта Диснея переживет войну. Серебряные и бронзовые века, темные времена и настоящее перерождение своей анимации в 90-х. А хотите ли вы увидеть это? Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. По желанию вы можете оформить подписку на Бусти. Вот такие дела. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok